Болгарская народная сказка. Айстиный остров. Жил-был на свете крестьянин по имени Божин. Жил со своей семьёй, не малой и не большой. Он сам да жена, да двое деток, дочка-басилка и сын-селяк. Отец с матерью в сыне души не чаяли. Кусок послаще ему отдают. Сами на заре поднимаются, сыну разбудить жалеют. Совсем забаловали. Стал селян в школу ходить, учителей не слушается, уроков не учит. Ему бы только на речку бегать, рыбу уловить, докупаться. Отец с матерью между собой говорят. Крестьянский труд тяжёлый, наработается ещё. Пусть пока порезвится. Рос, подрастал селян, вырос красивый, ладный, а толку от него никакого. Ни в доме, ни в поле. Только и знает, что подбивать других парней на всякие проделки. Да вечерами, когда люди, наработавшись, спят, песни по селу горланить. Тут отец с матерью призадумались. Что с сыном делать? Может, женим его, говорит отец? Неверно обрадовалась мать. Женится, переменится. Сосватали ему лучшую девушку в селе. Красавицу да рукодельницу. И в поле, и в доме работницу. Хоть и женился селян, а всё равно не переменился. Отец пашет, сеет. Молодая жена Неда. До селянова сестра басилка жнут. По хозяйству управляются. Мать стряпает. Все предели. Один селян с самого утра по ярмарке слоняется с такими же, как сам, друзьями-гуляками. Год так прошёл. Родила Неда селяну сыночка. Назвали его Велка. Тут бы селяну одуматься, да куда там, ещё пуще загулял. А вернётся к ночи, жена плачет, сестра вздыхает, мать уговаривает, отец бронит. Совсем житья не стало, сказал однажды селян. Придёшь домой усталый, тут бы отдохнуть, а тебя поедом едят. Уйду от них, пусть живут, как хотят. И я, как хочу. И ушёл. Далековато от их села город был. Но селян ног не пожалел, добрался до города. К постоялому двору направился. Деньги у него в ту пору ещё в кармане звенели. На этот звон и сыскались дружки, налетели, как мухи на мёд. День веселился селян, второй пировал, а на третий день к гам и дружбе конец. А город, не отец с матерью, никто куска хлеба даром не даст. Стал голодать селян, где наймётся дров наколоть, где глину на постройку месить. Поменьше заработает проезд, побольше заработает пропьёт. Так и бегут дни за днями. Думал селян, в городе его весёлая, лёгкая жизнь ждёт. А тут вон какое дело обернулось. Пошёл он как-то в город Салоники. Решил свет повидать, на людей посмотреть. А в Салониках гавани парусники толпятся. От грибных судов с длинными вёслами на воде тесно. Нанялся селян на корабль матросом. И на следующее же утро корабль отплыл. Ни день, ни два нёс их ветер, и с каждым днём всё крепчал да крепчал. А посредине моря разыгралась страшная буря. Волны бросали судёнышка из стороны в сторону, играли с ним, словно кошка с мышкой. Корабль то вверх подкидывала, то вниз бросала. Сорвала руль и паруса, мачты изломала. А потом ударила судно о скалу и совсем в щепки разбила. В тот страшный час все потонули. Одному селяну удалось спастись. Он за большую доску успел ухватиться, взобрался на неё, руками-ногами вцепился. Долго ли его носило по морю, не знал, не помнил. Дождь его сёк, солнце жгло, думал, совсем пропадёт. А всё-таки утихла буря, вынесла доску на берег и селяна с ней. Лежит селян без сил на твёрдой земле, и всё ему чудится, что под ним волны ходят. Отлежался, встал и побрёл, куда глаза глядят, только бы подальше от моря. Прошёл сколько-то, опять перед ним море блещет. Повернул в другую сторону, шёл-шёл и снова к морю вышел. Не иначе я на остров попал, думает селян. Да живёт ли здесь кто? Что-то тут и дымком не пахнет. Собаки не лают, петухи не кричат. Вдруг я один-одинёшенек на этой земле среди моря. А уже ночь надвигается. Нашёл селян небольшую пещерку над ручьём, попил водички ежевикой, что на склоне росла, чуть голод приглушил, и улёгся. Как может спать голодный, холодный человек на чужой земле с камнями под головой? Так и селян спал. Всю ночь продолжал, глаз не сомкнул. Вспомнил он родное село, отцо с матерью, ласковую жену с сыночком, добрую сестру. Доведётся ли опять свидеться с ними, или так и сгинуть ему тут на чужбине? Долго печальные думы думаются, а ночь ещё дольше тянется. Наконец занялась заря. Взобрался селян на гору, огляделся кругом. Вот радость, внизу, меж горой и холмом, в долинке поля распаханы. А мимо полей дорога вьётся. Значит, не пустой остров, живут тут люди. Побежал по склону, словно крылья у него выросли. На дорогу ступил, зашагал вперёд. Только обогнул холм, увидел. На лужке мус с женой сено косят. Бросился к ним селян, да остановился. Как думается говорить? По-нашему, по-болгарски, так откуда тут на острове посреди моря болгарам взяться? А если они турки или греки или ещё чего кто, они меня не поймут. Я их не пойму. Будем переговариваться, как слепой с глухим. Однажды всё же люди, они не волки. Как-нибудь договоримся. Тут вдруг женщина засмеялась, повернулась к мужу и сказала. Смотри, муженёк, не как селян к нам идёт. И впрямь селян, муж ответил, каким только ветром его сюда занесло. Удивился селян. Мало того, что эти люди по-болгарски говорят, они ещё его и по имени называют. Что за диво? Мужчина обтёр косу травой, отложил в сторону. Что ж, селян, откуда бы ты ни взялся, с неба ли, с моря ли, нашим гостем будешь. Идём с нами. Привели его в небольшое селение. Ребятишки навстречу высыпались, закричали звонкими голосами. Селян пришёл, селян пришёл. Селян ещё пуще удивился. И детишки меня знают, а я их никого и в глаза не видывал. Хозяева усадили селяна на почётное место за столом, угощают. Стали соседи сходиться, и всякий здороваясь его по имени зовёт. А самый старый из них принялся расспрашивать. Ну что, селян, где был, пропадал? Не бросил ли пить, гулять? Мать по тебе глаза проплакала. Молодая жена Неда при живом муже горькой вдовицей горюет. А сынок Велка сиротой растёт. Может, твой отец Божий хоть от внука дождётся помощи? Покатились тут у селянина из глаз чистые слёзы. Если бы мне в родные места привелось вернуться, всё бы по-другому пошло. Только как туда добраться? Может, кораблём, что к острову причалит? Нет, селян, не заходят сюда корабли. В стороне этот остров от торговых путей лежит. И окружают его мели, скалы да водовороты. Ведь и тот корабль, на котором ты плыл, а наши камни в щепы разбила. Да вы-то сами как сюда попали, вскричал селян. И откуда меня и всю нашу семью знаете? Как не знать? Мы все с тобой из одного села родом. Вся наша жизнь там как на ладони видна. А сюда на остров приносят нас широкие крылья. Мы ведь аисты, селян. Аисты? Не пойму я что-то, говорит селян. Разве аисты пашут и сеют, по-болгарски говорят? Не бывает такого на свете. Бывает, не бывает, отвечает старик. А что было, то было. Если хочешь, послушай. Расскажу я тебе ни сказку, ни побаску, чистую правду. Давно это случилось. Мой дед тогда еще мальчишкой босиком бегал. И таким сорванцом рос еще почище тебя. Соберет в Атагу мальчишек да девчонок в садах. Яблоки обрывают, ульи на пасеках перевернут. Собакам к хвосту черепки привязывают. Не было на них ни угомона, ни управы. Однажды забрел в село старик нищий. Принялись ребята его дразнить, за рубаху за торбу дергать. Рассердился старик, да и огрел посохом одного другого. Ребята отбежали, стали в него камни швырять. И попал камень ему в висок. Упал старик и умер. И перед тем, как последний раз вдохнуть, успел их заклясть страшным заклятием. Не умели вы среди людей людьми жить, так станьте аистами. И людьми обернуться сможете только там, где кроме вас людей не будет, на пустынном острове посреди моря. Нерушимо мое проклятие, на веки веков. Как сказал старик, так и сделалось. В тот же миг выросли у ребят крылья, поднялись они в воздух и полетели. Куда сами не знали. Принес их ветер на этот остров. Посреди острова из-под скалы текут два ручья. Один ручей с человечьей водой, другой с аистиной. Искупаемся в первой, людьми становимся. Тут на острове время коротаем. А когда в родную Болгарию, в родимое село, весна придет, начинает нас томить тоска неодолимая. Тогда окунемся мы в ручей с аистиной водой. И обернувшись аистами, летим на родину. Там наш дом, там и живем до глубокой осени. — Дедушка, а мне можно аистом обернуться? — спросил селян. — Отчего ж нельзя? — ответил старик. — Так покажи мне скорее, где заветные ручьи, — молит селян. Сделаюсь аистом, полечу на легких крыльях в родную сторону. — Нет, селян, — старик отвечает. — Там в Болгарии сейчас зима, а мы аисты-птицы зябкие. Одному тебе не долететь. Не наезжены в море дороги, да и в небе путь не проложен. Придет пора всей стае, снимемся и ты с нами. Остался селян жить во истином селе. Кому что в хозяйстве помочь, он первый. Сено копнил, в хлеб убирал. Будто подменили селяна. Совсем другой человек, сам себя не узнает. Так шло время. Днем в работе, ночью в тоске. Вдруг забеспокоились люди аисты. В небо глядят, глаза у всех тревожные. Любое дело из рук у них валится. И в одно утро на ранней заре крик раздался. Пора в дорогу, пора. У селяна взыграло радостью сердце. И тотчас же его словно ледяной рукой сдавило. Бросился он к старому деду, со слезами заговорил. Скажи, дед, что мне делать? Как ваисто превратиться? Ты меня научила. Как человеком в родном селе остаться? Не ведаю. Не присоцветуешь ли какого средства? А ты вот что, селян, отвечает дед. Возьми кувшинчик, набери в него воды из человеческого ручья. Да повесь на шею. Прилетишь домой, сбрызнешься той водой. Сам собой станешь. На тебе ведь нет заклятия на веки веков нерушимого. Три дня и три ночи летели аисты над морем. Селян аист еле крыльями машет, ниже всех летит, совсем из сил выбился. Вот-вот отстанет. Да тут как раз твердая земля показалась. Отдохнули аисты и на кругу том берегу дальше полетели. А как завиднелось вдали родное село, откуда только силы взялись. Вырвался селян аист вперед, все от радости позабыл. Ринулся, стремглав к отчему двору. Да не уберегся. Глиняный его кувшинчик ударился о камень и разбился. Вся человечья вода в землю впиталась. Заплакал бы селян. Да аисты плакать не умеют. Взмахнул бедняга усталыми крыльями, поднялся на крышу родимого дома. А там в гнезде уже сидит старый аист. Тот, что на острове самым старым дедом был. Застучал аист клювом, как салтат палочками по барабану. Селян все понял. Мое это гнездо, спокон веку тут селюсь. А ты, селян, вон на сарае пристройся. Твой отец божен и туда колесо от разбитой телеги приладил. Свил гнездо на том колесе селян аист. Стал в нем на длинных ногах, во двор смотрит. Видит, мать корову доит. Молодая жена неда овец в хлев загоняет. Сестра басилка разжигает в очаге огонь. Ужин готовит. А сыночек велка между всеми вертится. Светлая его головенка то тут, то там мелькает. Захотелось селяну сына получше разглядеть. Слетел он с гнезда во двор. А велка его за хвост схватил. Весело закричал. Смотрите, смотрите, я аиста поймал. Посажу его на веревку, буду с ним играть, за собой водить. Тут как раз отец селяна божин с поля вернулся. Услышал, что велка кричит и сказал, отпусти аиста, внучок. Аист птица добрая, никому зла не делает. Велка послушался деда. Стал селян аист жить и при доме, и не дома. Со своими и не свой. Вот раз пошел божин поле пахать и внучка с собой взял. Волов погонять, приучать к работе. Снялся селян аист с крыши и за ними полетел. Опустился поближе к сынишке, ходит по борозде. Велка увидел, закричал. Дедушка, дедушка, это наш аист, я признал его. Пусть себе ходит, внучок, он нам не помеха. Начали пахать. Велка не столько волов погоняет, сколько на аиста оглядывается. Волов с ровного шага сбивает, борозда криво идет. Дед рассердился, хотел аиста отогнать. Швырнул его в сторону комом земли. Да на пяту попал, ногу ему перешиб. Аист улетел в гнездо, больную ногу поджал, скрипит клювом от боли. Вечером собралась семья во дворе у летнего очага за ужином. Велка говорит матери. Мама, нынче наш аист прилетит на пашню, а дедушка ему комом земли ногу перешиб. Дед сказал, да, неладно, вышла, а все Велка виноват. Зачем на птицу оглядывался, про волов забыл. Я на мальчишку рассердился, хотел аиста отогнать. Тут Велка опять голос подал. На меня рассадился, меня бы и бил. Селян аист в крыше все видит, слышит. И горько ему, и радостно. Даже нога меньше болеть стала. Как-то раз сестра Басилка сидела под явором и низала манистра из мелких монет. Вдруг растворились ворота. Во двор въехали сваты с женихом. Поднялся веселый переполох. Басилка в хату убежала, за печь спряталась. Судились, рядились сваты с отцом-матерью. Наконец поладили. Заиграли тут волынщики. Собрался народ, хоровод кола завели. Сватов до жениха вином угощают. Басилка из-под длинных ресниц украдкой на жениха посматривает. Видно, по нраву он ей пришелся. Про свое маниста она и думать забыла. Лежит оно, брошенное под явором. Селян аист тихонько клювом его с земли подобрал и в гнездо унес. Вдруг слышит в амбаре, жена его недоплачет, приговаривает. В доме веселья у нас с тобой, сыночек мой, Велка. На сердце горе, словно две травинки мы при дороге. Я без мужа, ты без отца. Слышит селян, как Велка матери отвечает. Не убивайся так, мама, может еще вернется отец. Ох, не вернуться ему. Говорили люди, передавали, что отправился он на корабле за море. А корабль тот разбила в щепки. Светлей бы горе мое стало, если б я ему сама глаза закрыла. Ходили бы мы с тобой на его могилку, цветы бы носили, зерно бы для птиц рассыпали. Крикнуть бы селяну с крыши, жив я, жив, да нет у аиста голоса. Идет время, уже хлеб убрали, дни еще теплые, а ночи прохладные. Поджила у аиста перебитая нога, только чуть прихмрамывает. Сестра басил, как к свадьбе готовится, праздничные наряды шьет. Жена Неда черными нитками вдовью рубашку себе вышивает. Раз откатился клубок ниток в сторону, Неда не приметила. Селян аист и его гнездо унес. Веселой свадьбы не дождался селян. Пришла осень, а с ней пришла пора улетать аистом в теплый край. Сбилась стая на речном берегу, снялась и полетела к острову. А селян что? Что же селян сердца его в родном доме осталось? А сам полетел вслед за стаей на аистинный остров, где всегда тепло. Живет селян на острове всем людям аистом помощник, а в любом деле первый работник. А сам деньки считает до того часа, как все селения опять во аистинный ручей окунулось, Насчитал селян побольше, чем четверть года, поменьше, чем полгода. На этот раз кувшинчик человечьей водой полнее налил, покрепче на шею привязал. А как спускался на родной двор, еле крыльями махал, Осторожнее, осторожного на землю садился. За амбар зашел, человечьей водой сбрызнулся, снова селяном стал. Рыжая собака лиска увидела его, залаяла, села, он ей говорит. Что же это ты, лисонька, хозяина не признала? Родные услышали его голос, выбежали, бросились обнимать. Плачут и смеются, а вёлка прыгает вокруг звонким голосом, кричит. Мама, мама, говорил я тебе, что отец вернётся. Божин накурил водки, раки из отборного зерна. Хотел сына угостить, да селян и капельки не пригубил. Дал за рог, хмельного в рот не брать, сказал. Жирного барана зарезали, зажарили, созвали гостей, ели, пили. Селяна расспрашивали, где был, побывал, куда ходил, что видел. Селян рассказывает, а ему не верят. Тут селян, чуть прихрамывая, по половицам прошёлся, а у отца своего божина спрашивает сил. Помнишь, ты в мою сторону ком земли кинул, да ненароком по ноге мне попал? С тех пор и хромаю. Замолчали все, призадумались. А селян, не говоря ни слова, вышел во двор, приставил лестницу к амбару и достал из своего гнезда сестрю на маниста до клубок чёрных ниток. Тут уже все селяну поверили. Стали девиться, толковать, перетолковывать, а самые старые припомнили. Когда их деды малыми детьми были, пропало в селе несколько ребятишек. Кто говорил тогда, будто цыгане их с табором увезли, кто будто в речке утонули, а оно вон что оказывается. Аистовы раньше в селение обижали, а теперь и вовсе за своих считают. Детишкам самого малого летства наказывают, чтоб не гоняли их, камнем бы не бросили, громким бы криком не испугали. А селян долго, счастливо жил, внукам про свои странствия до злосчастья рассказывал.